здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на среду 7 февраля как обычно быстренько пробежимся для начала по британским газетам по передовицам так сказать и начнем с газеты daily telegraph заголовок гласит бросок принца гарри для того чтобы увидеть чарльза издание сообщает что после 10 часового коммерческого рейса из лос-анджелеса принц гарри прибыл в кларенс хаус резиденцию короля в лондоне для личной встречи с отцом королем чарльзом третьим новая фотография монарха сделанная с тех пор как он впервые был замечен после постановки диагноза занимает видное место на большинстве первых полос газета метро пишет герцог сасокский вылетел первым же регулярным коммерческим рейсом британской авиакомпании british airways daily экспресс газета опубликовала фотографию принца гарри который направляется в кларенс хаус для встречи с королем чарльзом третьим и источник издания сообщает что данная встреча расценивается им как повод для оптимизма газета daily mail для принца гарри короля чарльза третьего эта встреча стала первой личной беседы за 17 месяцев после того как герцог сасокский переехал соединенные штаты газета times пишет что длительность встречи принца гарри короля чарльза составила всего 30 минут после того как монарх устал после процедуры лечебной терапии прошедшей накануне газета сан тоже пишет о 30 минутах король чарльз 3 отложил запланированную поездку в поместье с андрингем не в графстве норфолк для того чтобы провести личную беседу со своим сыном гарри газета мир сообщает что король чарльз 3 королева консорт камилла выглядели эмоционально возбужденными во время своего первого публичного появления перед сторонниками королевской семьи после объявления о диагнозе монархом напомню у него обнаружили рак газета guardian сегодня пишет что герцогиня сасокская меган маркл осталась в штатах вместе с двумя маленькими детьми сыном арчи и дочерью лилибет financial times отвлекается от этой темы и пишет что американский суд отказал бывшему президенту сша дональду трампу в иммунитете и может привлечь его к уголовной ответственности по обвинению в попытке подделки результатов президентских выборов 2020 года газета ай в эксклюзивном материале утверждает что королевская почта великобритании стояла за разработкой еще одной неисправной информационной системы из-за которой несправедливо пострадали и были осуждены многие местные местные почтмейстеры газета daily star как обычно да с ярким заголовком пишет не смывайте не смывайте ваш унитаз если идет дождь вот так можно это перевести и все это касается как они пишут а касается не очень умного плана депутата от партии консерваторов по поводу предотвращения сброса сточных вод в реке страны как вы понимаете в связи с тем что канализация не ахти то смывать во время дождей канализацию чревато последствиями того что вся эта канализация выйдет все-таки в открытые воды ну а то что внутри газет вы сейчас узнаете и в первую очередь хочется отметить как точно показал штатный карикатурист газеты times ситуацию в газетах вообще в средствах массовой информации после объявления об обнаружении рака у короля час зачитать английскую прессу практически бессмысленно потому что забыто все остальное в том числе и войны и проблемы внутренние и так далее все обложки посвящены только часу телевизионные новости тоже в основном говорят только об этом но здесь вот корреспонденты находятся на фоне вестминстера я уж не буду переводить все фразы точно я их просто выложу в наш телеграм-канал на который рекомендую подписаться там новости выходят чаще чем раз в день ну а если касаться короля чарльза его болезни даже я не удержался и тоже записал спецвыпуск о том кто именно заменит короля если он сложит свои полномочия в случае недееспособности ссылочка на выпуск вот здесь ну а также вы его сможете посмотреть сразу после завершения программы новостей ну а сейчас давайте посмотрим что я смог найти кроме информации о болезни короля и в первую очередь хочется сказать что сегодня в центральном уголовном суде лондоне олдбейли произошел пожар свидетели сообщали что увидели густой черный дым который вырывается из исторического здания суда в центре лондона были слышны какие-то хлопки может быть взрывы пожарные бригады получили вызов на место происшествия и прибыли для тушения возгорания улица сзади суда была завалена дымом всех сотрудников и посетителей эвакуировали точная причина инцидента выясняется хотя есть подозрение что загорелась проводка и электро щиты местная полиция и пожарные службы ведут расследование я буду рассказывать об этом об этой новости по мере поступления подробностей так что да еще раз напоминаю подпишитесь на наш телеграм-канал а сейчас к следующей новости в которой говорится о плане британского правительства по улучшению доступа к пациент пациентов к стоматологическим услугам на нхс поскольку в последнее время ухудшился доступ к таким услугам власти решили предоставлять стоматологам финансовый стимул в частности им будет выплачиваться бонус в размере 20000 фунтов если они согласятся три года проработать в регионах с плохим доступом к стоматологии и н.х.с. н.х.с. для тех кто не знает национальная служба здравоохранения великобритании также все стоматологи получат дополнительные платежи за прием пациентов которые давно не были у зубного однако профессиональные ассоциации считают что эти меры недостаточные и нужны более радикальные реформы поскольку проблема доступа к стоматологии в британии остается очень острой правительство выделяет дополнительно 200 миллионов фунтов на улучшение этой ситуации но учитывая то что на днях в бристоле открыли государственную зубную поликлинику поликлинику стоматологии с раннего утра в нее выстроилась огромная очередь и все это только для того чтобы хотя бы зарегистрироваться на дальнейший прием поняв что поликлиника не справляется с потоком вот такой очереди донтисты вызвали полицию в середине дня запись пришлось прервать газета daily telegraph привела ряд историй из этой очереди одна женщина призналась что ее шестилетнего внука пока что ни разу не удалось записать на прием к дантисту комитет палаты общин по общественным счетам выразил озабоченность по поводу соотношения цены и качества проекта hs2 после отмены северной ветки линии высокоскоростного сообщения между городами но как вы помните hs2 пытаются отменить это железнодорожная ветка должна была связать лондон бирмингем манчестер и так далее комитет считает что завершение только первой фазы строительства до бирмингема уже не окупит затраты министерство транспорта по-прежнему утверждает что лучше завершить первую фразу чтобы избежать 11 миллиардов фунтов убытков от полной отмены проекта в то же время аналитики сомневаются смогут ли привлечь они частные инвестиции для строительства вокзала в лондоне комитет призвал правительства сосредоточиться на контроле расходов проекта на фоне роста цен родственники жертв тройного убийцы валдо калокана возмущены тем что он имеет право получать пособие из год госбюджета несмотря на совершенные им тяжкие преступления но самого калокина вы видите с левой стороны а вот трое его жертв калокан страдающий параноидальной шизофренией убил в 2021 году троих человек в нотингеме и сейчас он содержится не в тюрьме а в психиатрической больнице где пациенты имеют право на пособие до 360 фунтов в месяц мать одной из жертв считает что такой закон который предоставляет это право преступнику нуждается в пересмотре поскольку это нелогично и несправедливо по отношению к пострадавшим семьям что вы считаете по этому поводу напишите пожалуйста в комментариях растущие расходы на детские сады в британии вынуждают студентов медсестер бросать свою учебу или отказываться от карьеры медсестры студенты не имеют право на 30 часов бесплатного детского сада для работающих родителей детей от трех до четырех лет это затрудняет привлечение в профессию которая востребована и не чес особенно для многодетных родителей вот предположим financial times печатает историю ли он биби которая является студенткой и в тот же момент она мать двоих детей она рассказала что оплата оставшихся 15 процентов расходов составляет почти 400 фунтов в месяц она и другие студенты-родители призывают распространять бесплатные детсады на студентов это помогло бы сократить стресс и сфокусироваться на учебе предполагается выплачивать до 100 процентов расходов на детский сад для того чтобы привлечь больше квалифицированных медсестер к работе немного экологии в новости экологическая организация ривер акшн подала в суд на агентство по охране окружающей среды великобритании и правительства страны по мнению истцов власти недолжным образом защищают реку уай от загрязнения к способствующего ее экологическому кризису в бассейне реки размещено 25 миллионов кур несушек что привело к накоплению больших объемов птичьего пайлю помета на земле из-за лазейки в законодательстве фермеры смогли сбрасывать помет в реку свыше объемов которые почва может впитать это привело к массовому цветению водорослей и гибели растений в реке организация river action обвиняет власти в потакании интересам агропромышленности в ущерб охране окружающей среды продолжая новости экологии исследовательский центр эмбер заявил о рекордном снижении потребления ископаемого топлива в великобритании европейском союзе в 2023 году использование угля и газа сократилось соответственно на 19 и 16 процентов доля возобновляемых источников энергии таких как ветер и солнце продолжает расти и достигла рекордных показателей эксперты связывают это с падением спроса на электроэнергию и увеличением мощностей кроме того война на украине ускорила отказ стран от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников тем не менее для достижения климатических целей нужно продолжать наращивать мощности ветряных электростанций в связи с растущим спросом на электроэнергию казалось бы электромашины и мистер бин что в этом такого какая связь так вот оказывается размышления актера роуэна аткинсона который известен больше всего по роли мистера бина его обвиняют в том что именно он наносит ущерб продвижению электромобилей в великобритании как вы помните вчера в выпуске я рассказывал что лорды сказали что нужно запретить плохие высказывания об электромобилях чтобы помочь их больше продавать сдается мне что там есть чей-то интерес но в любом случае именно такое мнение что роуэд аткинсон мешает продажам электромобилей высказала неправительственное агентство green alliance на слушаниях в палате лордов в статье которая была опубликована в 2023 году летом в газете гардиан аткинсон выразил сомнения в эффективности перехода на электромобиле и посоветовал своим друзьям немного подождать green alliance считает такие высказывания очень вредными поскольку они могут повлиять на потребителей другими проблемами тормозящими продажи электро автомобилей в великобритании названы недостаточное количество зарядок высокая цена и недостаточно четкая позиция правительства тоже жду ваших комментариев по этой новости теперь информация для тех кто собирается покупать дом великобритании согласно данным компании халифакс крупнейшего ипотечного кредитора великобритании в январе 2023 года 24 простите года цены на недвижимость в стране выросли на два с половиной процента по сравнению с январем прошлого года это максимальный годовой рост с января 2022 года в прошлом декабре цены тоже росли на 1 и 3 процента по сравнению с ноябрем средняя стоимость дома в великобритании на данный момент составляет 201 291 тысяча фунтов эксперты объясняют рост цены снижением процентных ставок по ипотеке и ослаблением инфляционных ожиданий однако доступность жилья все равно остается проблемой наибольший годовой рост цен наблюдается в северной ирландии там к цене добавилось 5,3 процента а также в шотландии и уэльсе в лондоне юго-восточной англии цены тоже растут хотя по сравнению с ближайшими с прошедшими пятью годами цены немного снизились на аукционе в великобритании все-таки была продана золотая модель искусственных зубов самого винстона черчилля продана она была за 18 тысяч фунтов черчилль страдал от зубных протезов на протяжении всей жизни у него были постоянно какие-то неподходящие он страдал от зубных болей так вот изготовленные для него зубные протезы когда ему было 65 лет помогли сохранить его знаменитое произношение они были с ним когда он произносил исторические речи в том числе о борьбе на пляжах этот лот привлек международный интерес коллекционеров ну а другие личные вещи черчилля включая микрофон через который он объявлял о капитуляции германии тоже были проданы на аукционе великобритании в этом году будут выпущены памятные монеты посвященные 150-летию со дня рождения винстона черчилля напишите в комментариях купили ли вы вы себе такой раритет как челюсть винстона черчилля ну а пока что давайте посмотрим прогноз погоды потому что погода у нас тоже преподносит сюрпризы доброе утро друзья надеюсь вы проснулись улыбкой и готовы встретить новый день с классным настроением потому что даже погода сегодня решает поддержать наше позитивное настроение так что что же мы имеем на сегодняшний день ну дождь после мокрой ночи решил попрощаться с нами отправиться в сторону франции как вежливо а на севере в шотландии будет сухо и снежно одновременно да вы правильно поняли это возможно только в шотландии такая вот страна чудес центральной части страны паспортной тучи будет нависать над горами но господа не паникуйте дождя не будет предупреждение погоде могут меняться как настроение влюбленного подростка так что будьте внимательны и следите за обновлениями и да не забудьте о нашем британском хобби обсуждение погоды это же не только повод пожаловаться на погодные условия но и прекрасный способ начать разговор с незнакомцем но теперь серьезно со всей этой простудой и ледяной опасностью друзья будьте осторожны на дорогах планируйте свои поездки заранее проверяйте прогнозы погоды и выделяйте дополнительное время чтобы избежать неприятностей и помните что утренний чай наш союзник в борьбе с холодом так что налейте себе еще чашечку и держите голову высоко ведь несмотря на все у нас всегда есть причина улыбаться всем добра и тепла спасибо игорь за такой неутешительный можно сказать прогноз я напоминаю вы можете посмотреть наш специальный выпуск о том кто может заменить короля в случае его болезни или смерти после нашего выпуска я думаю что здесь должно появиться окошко в котором который ссылается на этот выпуск ну а если у вас вдруг наступит приступ благотворительности то нашему каналу для развития нужна некоторая техническая помощь ссылочка на лист необходимых вещей будет в описании просто ткните на него посмотрите что нам надо ну и в любом случае спасибо огромное всем кто поддерживает особенно андрей пивовар который расставляет сейчас нам теги большое спасибо это очень упрощает зрителям просмотр наших видео в студии был олег хилл я желаю вам прекрасно провести этот день всего вам доброго я встречусь с вами в следующем выпуске